МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом у эксперта программы адвоката Наталии Крот. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. Ответ на этот вопрос – да, правда. Действительно, может. Это предусмотрено статьей 314 Гражданского кодекса Республики Беларусь. В ней речь идет об уменьшении неустойки в связи с ее несоразмерностью последствием нарушенного обязательства. Что это значит? При принятии решения, а решение в каждом случае суд принимает индивидуально, с учетом всех обстоятельств дела, учитываются следующие аспекты. Прежде всего, это размер неустойки, установленный договором. То есть то условие, где мы прописываем, что в случае несвоевременного исполнения обязательств сторона уплачивает неустойки в размере, например, 1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Вот 1% – это много. Первое. Второе. Имеет значение срок, в течение которого не исполняется обязательство. То есть просрочили на 2 недели, вряд ли будут уменьшать неустойку. Но если просрочка достигает года, к примеру, то она действительно может быть уменьшена, потому что за год обычно накапливается очень большая значительная сумма. Ну и третье. Это касается того, что неустойка может значительно превышать само неисполненное обязательство. То есть должны 500 тысяч, неустойка уже 10 миллионов, скажем, накапала. Также принимается судом во внимание, во-первых, скажем так, добровольная склонность стороны к добровольному разрешению конфликта, то есть насколько они готовы к мировому соглашению, к примирению и так далее, или же целенаправленно ставят палки в колеса для разрешения спора. И второе – это иные аспекты поведения стороны при разрешении спора и конфликта. Отмечу, что, исходя из судебной практики, в настоящий момент средней процентной ставкой, если можно так выразиться, неустойки является 15,20%. То есть если в договоре ваша неустойка значительно превышает этот размер, то действительно можете быть готовы к тому, что суд с высокой долей вероятности ее уменьшит. Спасибо, Наталья. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин